здравствуйте друзья в эфире канал не ваш вот и с вами я юрий гемельфорд предыдущих наших эфирах мы обычно говорили о правительстве о об элите а сейчас давайте поговорим о либеральной тусовки об оппозиции и вот в фейсбуке мне на глаза попался текст который настолько меня восхитил что я решил попросить автора озвучить этот текст автор это естественно наш дорогой евгений поносенков здрасте евгений привет привет сюда на меня нашло вдохновение уже много лет с меня не сходит и не сходит и не сходит делается что много лет я наблюдаю на ребяток из так называемого либерального лагеря причем здесь есть и самоидентификации есть и туда записывают записывают враги записывают какие-то одичалые так сказать как эти ряженые ряженые да но давайте немножечко вспомним откуда эти ребята появились как они между собой общаются это взгляд немножко изнутри потому что не секрет что я и оппозиционно настроен и либеральный взгляды правда либеральных экономически да я все подчеркиваю либерализм есть исконный так сказать либерализм есть изначальный и вот не надо путать с ливацким с ливачественным который последние годы захватил европу сша и даже заразила и русских либералов но вот тем не менее и так действительно вчера я написал пост и если вы так хотите я вам его зачитаю без купюр в авторском исполнении в авторском исполнении да да и так совки мракобесы продолжают по инерции гавкать на страшный для избушки на курьих ножках либеральный лагерь как будто этот лагерь еще существует и вообще когда-то существовал вот я решил окинуть режиссерским и историческим взором это так сказать бивуа выглядит привал чудовищным сумбуром в духе дадаистов и так продюсер леди продюсер лесси рябцева и ее жертва товарищ венедиктов обзывает проживающего за границей коха нехорошим словом у люкаев на что проживающий кох называет венедиктова свиньей и лжецом а также сивым меренным николай узкова кох считает я цитирую глупеньким маленьким пупсиком в то время как сам николя рассматривает альфреда как старого умного козла то есть все же тем самым отмечает интеллект млекопитающегося за границей альфреда еще острее дело обстоит с ходорковским которого путин сначала посадил назначив тем самым главным кандидатом в оппозиционные президенты а потом высылал из тюрьмы в сторону коха тем самым из президентов уволив ходорковский хотя и магнат социалист но никак не хочет почувствовать себя кровно сицилийским борцом за крымских татар за это айдер муж добавить вот кстати только вчера за увидел что стал писать себя какими-то странными буквами причем подчеркиваю что он аглы айдер друг мой надо же предупреждать а то я мог и найти себя по имени фейсбуке так вот айдер муж давай в грамотным розенталевским русским языком выписывает ходорковского из оппозиции путину то есть койко место свободно и как я понимаю если михаил борисович тахановские сроки таки не почувствует себя татарского активиста хана ему в плане лайков от советских либералов фейсбуке а это реальный конец света не то что какой стихий на бедствие единственный кто не видит ада в непонимании борисовича своей истинной этнической суде от бажена рынска но она всего лишь увлекающаяся светская женщина не сможет долго отмазывать социалисты михаил борисовича от татарского истинного пути думаем дальше куда подевался после выборов сам себя сливший путем измазывания саратовских комических националистов касьян вообще непонятно он явлинский хотя бы что-то по инерции пару раз писану фейсбуке этот вообще пропал навального по незрелости долго носила между яблоком и русскими маршами потом он попал под железный каток альбац потом сидел на диване с мальцевым и пока ясно одно он очень хочет стать президентом ну что же будем ему помогать парень как вы видите настрадался один альбас чего стоит в этой драчке сумятицы ксюша собчак даже родила но все же она и этим жестом доброй воли не сумеет смыть себя пятен прошлой семейной дружбы с президентом кгбшником хотя и назначенным главным демократами по совместительству крупным коммунистом ельцином хотя и помощником главного ленинградского либерала и советского профессора собчака папы на либеральном дожде главные специалисты это политтехнолог придумавший для путина идеологию оправдания посадки ходорковского белковский он же православный верующий который уже совершенно бескорыстно ездил к дарковскому поговорить об их боге и второй специалист главный это доверенное лицо путина бывший любимый молодой журналист любимый журналист председателя кгб ссср крючкова также прошлом и мой друг саш невзор антон красовский считай что он такой же человек как путин любит фото который делает в лифте медведев и наконец начал писать про чужие болезни до этого лет пять писал только про свои причем много и подробно он видимо от всего излечился антон работал на сурковском нтв потом на володинском проекте с сережей минаевым но при этом его либерализм тусовкой не оспаривается сережа минаев всеми оплеван как пропагандист он и сам себя так называет кстати но при этом его все эти плюющие в него постоянно лайкуют и вообще любят потому как он обаятельно общается в ресторанах и по его книжкам снимают киношки для хипстеров я хипстеров и все что делается для них видал на помойке но сережа действительно милый вообще я также напоминаю что когда-то страшными либералами были киси и лёб соловьёк норкин мамонтов мизулина из яблока милона подсмотрим фотку со старовой табы чубай суликаев но самые демократические либеральные речи в первые годы переезда в столицу произносил товарищ путин вот собственно это текст поста который вам так понравился его вам зачитал в авторском исполнении на по всем прошлись никого не пожалели вот я я вам скажу так я думал мне нужно мне нужно было высвободить какое-то количество времени жизни часов для чтения написания там книжек концертов распевок я думал как бы поссориться со всеми чтобы вот не звонить там встречаться или звонить каждому по отдельности в отдельности там что-то такое ругаться ну как бы поссориться со всеми сразу и не обзывать их нехорошим словом улюка и да вот я подчеркиваю это не я это венедиктов и я это приношел эту форму и вот теперь я надеюсь что у меня это время высвободилось так у вас есть замечательный повод поссориться со всеми он гораздо проще я вам подскажу точнее это не я сделаю это подсказали очень многие ваши поклонники так было два направления первое это где были направлены ну направление в комментариях в комментариях значит то что я очень люблю в кавычку ну да по на первое направление панасенко в президенты россии второе панасенко в президенты украины вот если вы поддержите оба эти направления вы поссориться со всеми во первых на провокации не отвечаю во вторых какая провокация вы тут таких юр вы тут все и в том числе они вы вы тут таких делов натворили а и теперь хотите чтобы я это разгребал и что-то придумывал и что-то делал вот нет пусть теперь сидит путин вот пусть он он это творил дело с компанией пусть он сидит до конца все это пусть до гниет до разваливается имеется меня вообще нет особенного же вот ведь я сказал есть желание колоссальную навальну вот он просто очень хочет и он чувствует что хипстеры уже признали что он вполне может и почему собственно говоря временно не побыть ему печальной ситуации допустим если сейчас представим ситуацию что путин под новый год объявит как ельцин что я устал что я ухожу и передаст как ельцин передал путину нет ты скажешь еще простите меня да обязательно извиняться а вот тем более что его там крестил папа гундяева значит такие люди уже не извиняются так вот если он даже скажет что я ухожу я отдаю трампу представьте вот такой умный человек действительно умный блистательный человек трампа он сразу ведь когда получит неэффективную и такую не рента не выгодную корпорацию контору он чем с таким в общем то с подозрительным бюджетом и бухгалтерии с чудовищным штатом естественно он ее расформирует или просто откажется брать и так сказать заведуете покупать поэтому я тоже я недалеко ушел от трампа в этом отношении не очень хочется честно вот как-то совсем не хочется давайте значит я предлагаю вам следующее все равно это ситуация будет длится и печаль у наших радиослушателей будет усиливаться с каждым днем и месяцем это точно и вот чтобы она не усилил не усиливалась я предлагаю больше обращать внимание на художественную сторону дела и может быть даже вообще на художественность отдельно от политики и всего прочего мы должны искать спасение и утешение в искусстве и делать искусством все окружающее включая и даже наши беседы о политике потому что иначе эту этот примитив и убогость воспринимать очень сложно просто и даже опасно с медицинской точки зрения я бы сказал ну с искусством тоже я не совсем с вами соглашусь вот сегодня рекламировали новый сериал на телеканале россия софия про софию палеолог сказали что это шедевр что все упадут и не встанут когда его посмотрят внизу там ноги уже упали в ее время и не встали на делом на юр я надеюсь что и вы не повторите этой ошибки уж тем более наши слушатели не те кто смотрят телевизор но я его не смотрю это помойка она и раньше была помойка сейчас она стала гнилой опасной помойка все сериалы которые снимаются только для быдла только исключительно там играют проб непригодные ребята по сценариям невежественных людишек и это все мастерят достаточно проституированные и не владеющие ремеслом товарищи вот и вам жизни не хватит я часто повторяю эту фразу для просмотра достойных вещей и даже и даже не только достойных а настоящих шедевров киноискусства и мини-сериалов середины так 30-х годов по 70-е годы двадцатого века там все покажем все сказано лучшим лучшим вариантом снято если вы хотите что-то узнать про софию читайте читайте исторические монографии другое дело что я так повторяю вот миличка в личке часто спрашивает про что посоветуете почитать во первых это наглость потому что думаю что у меня масса времени им советовать во вторых не понимают что наука история это очень молодая наука и не про все написаны научные труды хотя есть огромное количество как бы исследований но они не дотягивают до научного уровня поэтому выберите скажем так академические издания с академической шапкой смотрите там только даты факты и дальше изучайте хрестоматию с документами где уже расшифровку уж язык тогда был очень сильно очень сильно отличался от современного и вот как вы говорите эту фразу применительно к моим интервью что больше не слышал делать свои выводы вот здесь выводы только мои а там делайте выводы о исходя из простого здравого смысла и тех фактов которые вы прочитали я повторяю не черпать их в макулатуре в интернете в статейках потрудитесь если вас действительно интересует найти оксфордская кембриджское издание есть уже много переводных лучше возьмите вообще энциклопедию и плюс к энциклопедии хрестоматию хрестоматии есть они изданы еще при совке то с большими изыманиями да конечно документ плохо читать когда из него значит изъяли какую-то часть но тем не менее даже этого часто бывает достаточно для при составлении для душа составить более не менее адекватное мнение о событии понятно евгений огромное вам спасибо за такое уникальное ваше мнение разумеется спасибо за приятную беседу за удовольствие от общения с вами и я не говорю о том чтобы наши радиослушатели делали выводы я говорю о том что слушайте мнение евгения понасенкова до встречи до встречи а